МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас уже по сложившейся традиции в конце года в студии председатель правительства Чувашской республики Иван Борисович Моторин. Иван Борисович, добрый вечер. Здравствуйте. Иван Борисович, время подводить некоторые итоги, ну, по крайней мере, уже с какой-либо точностью можно говорить о наметившихся цифрах, которые мы увидим в отчетных документах. Вот каким выдался этот год для экономики республики? Ну, в целом, есть еще время для подведения последних, наверное, итогов, последней работы и для предприятий, и организаций, ну, и в целом, наверное, для Министерства республики и правительства. Но сегодня уже можно говорить, что завершен бюджетный процесс текущего года, буквально недавно депутаты Государственного совета приняли четвертый раз уточнение бюджета, и, соответственно, мы уже видим, какой будет у нас бюджет текущего года. Это, наверное, в первую очередь, и здесь уже можем точно говорить о конкретных параметрах. Что в экономике? В экономике есть определенный позитив, да, сегодня цифры, и по промышленности, по сельскохозяйствам, по строительству. Они чуть выше 100%, и я думаю, что такие итоги по концу года мы и отметим, где-то в районе от 101 до 102,5% по тем отраслям, по которым я назвал. Соответственно, необходимо в последний день нам сохранять здесь позитив, то есть тот задел, который был в первой половине года, сохранить в последние месяцы, в декабре. Ну, какие отрасли показали наибольший рост, и кто оказался в отстающих? То есть есть, они же обычно неоднородные все-таки. Ну, этот год как раз довольно специфичный, как я уже сказал, там, допустим, сельское хозяйство по ноябре 101,4%, да, промышленность, соответственно, январь-ноябрь 101%, да, там, по вводу жилья в районе 102%, да, то есть какого-то такого переезжающего роста одной или другой отрасли нет. Если посмотреть промышленность, то здесь лидеры те же, это химическая промышленность, это пищевики, электротехника, кто вносит наибольший вклад именно в выпуск продукции. Сегодня необходимо, наверное, отметить, что стабилизирует ситуация на концерне тракторной заводы, там видны как раз вот явные лидеры, это промтрактор-вагон, там идет рост на сотни процентов, ну, потому что в прошлом году стояло предприятие. Нормальная ситуация складывается на промтракторе промлитий, тоже литий востребован, и сегодня мы видим неплохой рост. Чуть меньше на промтракторе непосредственно, ну, вот здесь более виден рост от именно 2017 года. По другим разделам промышленности, здесь вот, я опять же говорю, там есть небольшой позитивный рост, который вот вносит общий вклад в развитие промышленности. Ну, а сегодня, наверное, из показателей экономики, которые у нас немного отстают, это, наверное, сегодня инвестиции пока по 9 месяцам, мы не имеем другую цифру ниже 100%, но мы надеемся, что в районе 50-52 миллиардов по году будет, то есть с небольшим ростом, который заложен у нас в прогнозе по отношению к 2017 году. Также чуть выше инфляция, ну, это здесь связано с общими ожиданиями, наверное, повышения НДС, видим спрос со стороны населения на товары долгого пользования, да, там, то есть, соответственно, это немножко давит на инфляционный процесс, они чуть выше, чем в прошлом году, вы помните, там, одна из самых низких инфляций в истории нынешней России, ну, новая Россия была зафиксирована. Ну, я надеюсь, что 2018 год здесь эти процессы сгладят, и я думаю, что мы будем в общероссийском тренде. Ну, какие достижения, может быть, экономики, может быть, промышленности, может быть, финансовые сферы или социальные отрасли, вы можете отметить особо? Вот у вас, например, это приятно удивило. Ну, наверное, самое приятное, опять вернусь к бюджету, то есть все бюджетные проектировки, которые были намечены, они выполняются, дополнительные доходы поступили как из федерального бюджета в виде, там, дотации, субсидий, так и доходы собственные, как у муниципалитетов, так и у республики. Соответственно, это приятно, это говорит о том, что республика стабильна по исполнению своих социальных обязательств, стабильна по исполнению бюджета, и я надеюсь, что все эти тенденции сохранятся и в наступающем 2019 году. Наверное, в первую очередь. Второе, опять же, исходя из того, что стабилен бюджет, идет выполнение налоговых назначений, и республика, соответственно, выполняет в полном объеме свои социальные обязательства. Это хорошо видно по финансированию социальных отраслей. Там впервые, наверное, практически без дефицита у нас сформирована программа госгарантий оказания медицинской помощи. Это, опять же, довольно большое достижение для республик, когда, мы помним, дефицит был 50% больше. Сегодня мы практически закрываем по нолям. То есть, соответственно, каждый житель уверен, что ему будет оказана качественная помощь в любом министерском учреждении. В необходимом объеме. В необходимом объеме, да. Начат ряд социальных объектов. Это, опять же, строительство школ, детских садов, строительство центральной больницы города Чебоксары. Продолжено строительство ФАПов в сельских районах республики. То есть, все подтверждено, опять же, бюджетными проектировками, возможностями бюджета. Соответственно, дело за малым. Это за работой строителей. Ну и, соответственно, за выполнением своих обязательств со стороны администрации городов, районов, республики, отраслевых министерств. Ну, кстати, вот Вы упомянули, что хотели бы увидеть более высокий инвестиционный показатель. Что сдерживает выполнение инвестиционных каких-то задач и планов? Здесь, наверное, все-таки нужно сказать о том, что есть определенные ограничения по кредитованию именно долгосрочных проектов. То есть, банки немного выдают кредитов в долгу на реализацию инвестиционных проектов. Это, наверное, в первую очередь ограниченность финансовыми ресурсами самих предприятий. Это основной сдерживающий фактор для активного инвестирования в проекты, которые есть у бизнеса. Но, тем не менее, у нас идет реализация целого ряда крупных проектов. Это и на химпроме по перекиси водорода, по перкарбонату. Часть проектов уже реализована, часть будет реализована в 2019 году. Это строительство тепличного комплекса в Чебоксарском районе. То есть, эти проекты у нас реализуются. Они, естественно, дадут в общий вклад в инвестиционное развитие республики. А вот все ли инвесторы выполняют свои обязательства? Буквально не так давно был разговор на совещании у главы Чувашия об инвестиционном проекте и создании туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В частности, речь идет об этнокомплексе Амазонии. Насколько известно, власти намерены разорвать договор с инвесторами. Мы ни с кем не разрываем договор. Ситуация какая. Проект получил старт в 2011 году. Было выпущено распоряжение правительства республики о признании данного проекта экономически и социально важным для развития региона. Это дало возможность в дальнейшем заключить инвестиционное соглашение с 3 групп, представить заявку в виде сводного плана в Ростуризм и Министерство культуры Российской Федерации войти в программу, которая, кстати, в этом году, в 2018-м завершается, получить бюджетные средства, где-то в районе 1,4 млрд рублей было получено на развитие парка 500-летия, набережной Волги в городе Чебоксары. Ну и, соответственно, там были условия со стороны инвестора. Вот реализация данного проекта была ограничена вот этими сроками, сроками программы 2018 года. Программа сегодня завершается. Правительство республики должно отчитаться в Ростуризме о выполнении соответствия региона плана. Со стороны бюджета, со стороны министерств соответственных, администрации города Чебоксары, свои обязательства по строительству инфраструктуры, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, дорожная инфраструктура выполнена в полном объеме. Сегодня завершается строительство набережных, вторую и третью очереди. Я думаю, что до конца года они будут введены, в начале первого квартала оформлены документы и зарегистрированы в собственность, соответственно, города Чебоксары. Это одно из требований Ростуризма. Что касается инвестора, там были прописаны обязательства, порядка 3 миллиардов 600 миллионов должен был вложить инвестор. Он вложил, к сожалению, на сегодня миллиард 277 миллионов. То есть получается один к одному. Один к одному, да. То есть не выполнил те условия, которые были заложены в соглашениях и в тех требованиях, которые предъявлял Ростуризм. В частности, речь шла о том, что на территории парка планировалось создание 8 объектов туристской инфраструктуры. Это музейно-выставочный комплекс, аквапарк, гостиничный комплекс, многофункциональный развлекательный комплекс «Океанариум», зоопарк, город, аттракционно-спортивно-оздоровительный центр. Ну, данные объекты, они зафиксированы, опять же, в соглашении. И, как я уже сказал, большая часть из них не введена, ну, за исключением парка аттракционов, открытые зоны аквапарка, открытые, имеется в виду, это открытые бассейны, там, шезлонги. И на сегодня построено, но не введено в эксплуатацию административное здание. Вы его видите по, соответственно, по распекту Московскому. Поэтому, так как инвесторы не выполнили эти обязательства, городу, соответственно, правительству пришлось искать иных инвесторов, которые должны были, безусловно, выполнить те объемы инвестирования, которые мы должны были представить в Ростуризм. Это и объекты республика, и без гостинических комплексов и так далее. То есть, соответственно, со стороны республики и со стороны города обязательства, в том числе за инвестора, были выполнены в полном объеме. Сегодня все эти показатели, они набиты в информационную систему Ростуризма, то есть зафиксированы. Мы поработали за себя и за того парня в лице три групп. На сегодня завершен договор аренды земельного участка. Соответственно, те объекты, которые являются незавершенным строительством, они, в соответствии с законодательством, будут оформлены за инвестором. Это, в частности, гостинический комплекс и еще там четыре объекта. Другие земельные участки, они, соответственно, отойдут к городу Чебоксары. И в дальнейшем, в соответствии с концепцией развития парка, будут выставлены на аукционы для... То есть придется начинать все сначала? Ну, не все, конечно, но... Для привлечения инвесторов по реализации той концепции развития парка, которая была утверждена ранее, мы от нее не отступаем. Город Чебоксары тоже планирует развивать эту зону, как для горожан, для активного отдыха, с развитием современной инфраструктуры. Вот нет-нет, да и появляется информация о том, что там намечается жилое строительство на территории комплекса. Это, как всегда, разговоры, не подкрепленные реальными делами. Это парковая зона. Чтобы что-либо изменить, это должны быть публичные слушания, утверждения, новые концепции. Я вас заверяю, таких планов нет, и данная территория будет развиваться как парковая зона. Иван Борисович, еще одна наиболее обсуждаемая сегодня тема – это транспортная реформа. Вот чуть больше полумесяца в Чебоксарах достаточно радикально изменилась и маршрутная сеть, и пришли новые перевозчики. То есть вообще изменилась концепция самого транспорта в столице. Какой эффект вы уже заметили? То есть вы же контролируете эту ситуацию. Во-первых, я не соглашусь, что реформа стартовала две недели назад. Реформа стартовала еще в июле 2016 года, когда городом Чебоксары, а потом через какое-то время тоже документ планирован, заказала ее республика. Соответственно, был отобран научно-исследовательский институт города Санкт-Петербурга, который профессионально работает в этой сфере развития транспортной инфраструктуры по подготовке документа планирования перевозок как внутри муниципалитета, а потом, как я уже сказал, и республика заказала такой же документ. Была проведена работа, определенные замеры, рекомендации. Данный документ публично обсуждался как в городе, так и в республике. Ну и после утверждения, соответственно, уже город начал реализовывать вот эти нормативные, стратегические документы. Ну, в первую очередь, я что хочу отметить. Цель какая? Чтобы, во-первых, горожанам было комфортно пользоваться транспортом, во-вторых, разгрузить сегодняшнюю инфраструктуру дорожную, опять же, город Чебоксары, межмуниципальную, перейти на автобусы средней и большой наполняемости, ну и сделать, опять же, транспорт понятным, безопасным, опять повторюсь, комфортным для горожан. 1 декабря, после, к 1 декабря городом были проведены, соответственно, электронные аукционы по отбору перевозчиков. Не по всем направлениям были отобраны перевозчики, где-то даже отказались они. И сегодня идет процедура их включения как недобросовестных исполнителей госзаказа. Но основные перевозчики были отобраны. Вы видите новые большие автобусы. Есть определенные сложности, так как изменены маршруты, часть маршрутов отменено. Соответственно, активно город ведет разъяснительную работу. Это и табло на остановках, это и электронный сервис, который имеется в интернете. Есть нарекания со стороны жителей, потому что по ряду маршрутов, вы видите, сегодня разрывы по времени. Первая неделя было очень много жалоб. Если посмотреть наибольшее количество поступлений, нареканий, жалоб в адрес работы администрации, правительства, это связано с транспортом. Документ, наверное, и планирование, и сама схема движения маршрутов, и наполняемость их, и те же промежутки, которые есть, они будут корректироваться по итогам работы, наверное, за декабрь, за январь месяц. Но основная цель сделать, я еще раз говорю, безопасным, комфортным, современным, как и в других городах, столицах, как Российской Федерации региона, так и в столицах зарубежных стран. То есть общественный транспорт будет работать цивилизованно, как должно быть. Не будет вот этих маршрутов, которые гоняются друг за другом, высаживают пассажиров там, где можно и где нельзя. Будет понятно для каждого пассажира, когда подойдет его автобус, троллейбус, когда он сможет уехать. Все это стабилизируется, но на это все-таки нужно время. Я надеюсь, что... Тем более, насколько мы знаем, сейчас созданы инициативные группы жителей по районам, которые подключились как раз к обсуждению вот этих вот, к оптимизации, можно сказать. Не только и жителей, но и здесь, я знаю, что у администрации города Чебоксары порядка 40 человек ежедневно ведут монитор, выходят на маршруты, отрабатывают с людьми. То есть я думаю, что пожеланий, где-то даже требований жителей города Чебоксары будет много. Надо просто это максимально эффективно учесть, чтобы удобно и выгодно было всем. Интересная, я бы даже сказала, парадоксальная ситуация сложилась на фоне этой транспортной реформы. О том, что на новые автобусы, как выяснилось, на хорошие, новые, комфортабельные автобусы, не хватает водителей. В то время как Чуваши Автотранс оставил без работы, ну, достаточное количество водителей. Что такое происходит? И этот вопрос тоже регулярно обсуждается. 150 человек не могут набрать. Ну, здесь опять же, если вернуться вот к реформе, реформа, она же кого-то затронула, в первую очередь затронула перевозчиков. Часть перевозчиков, которые или не приняли участие в аукционах, или не были отобраны на эти аукционы, или не готовы были к тем условиям, как будет развиваться транспортная инфраструктура, и вообще система перевозки пассажиров в городе Чебоксары, они потеряли сегодня работу. И здесь идет противодействие, и жалобы где-то, и где-то саботаж, где-то выходят незаконно те же, опять же, ну, не победители вот этого аукциона, на дублирование маршрутов, то есть незаконные перевозки. Где-то подстрекаются, в том числе и водители. Очень много фактов, когда сегодня водитель заявляет, что он готов работать, завтра он там, говорит, что не выходит на маршрут, это все отражается на работе уже сегодняшнего транспорта, потому что собственник маршрутов, он должен знать, там выйдет водитель, не выйдет на маршрут. А вот такие отмены, 7-минутные, они, конечно, приводят к сбоям в работе транспорта. Что касается Чуваш-Автотранса, ну, коллектив в большей части выбрал путь перехода на новую работу, потому что у нас действовал центр занятости, пункты занятости на Чуваш-Автотрансе, и всем желающим были предложены различные виды работы, в том числе, в первую очередь, водителям. Ну, все знают законодательство трудовое, работники предпочли, чтобы были выполнены все выплаты, даже за тот период, когда они не работают. И высвобождение активное и желание, наверное, на работу появится у водителя Чуваш-Автотранса после 29 декабря, когда каждый работник уже получит. Ну, в завершении вот этого периода, да? Будет уже официально уволен, получит штамп в трудовую книжку, ну, и будет решаться вопрос уже по этим выплатам, ну, и человеку нужно будет определяться с работой. Я думаю, что вот после 29 числа, ну, может быть, решат отдохнуть и на новогодние праздники, ну, наверное, после 9 января, я думаю... Ну, скажем так, в январе, да. В январе ситуация улучшится, люди захотят работать, и так как на Чуваш-Автотрансе работали хорошие профессионалы, им работа на как раз крупногабаритных автобусах, она знакома, то есть я думаю, что они как раз... Да, и автобусы не в пример тем, на которых они работают. Да, они начнут трудоустраиваться, и здесь вот этот накал дефицита водителей на сегодняшних маршрутах новых, он будет сведен к нулю, я думаю. Какие шаги по дальнейшему развитию транспортной реформы уже на территории всей республики предполагаются? Ну, оно у нас произошло, может быть, менее заметно. Ну да, расстояние больше, направление больше. Вы знаете, что в июле месяце завершилось из-за своего финансового состояния неудовлетворительной работы Чуваш-Автотранс, и, соответственно, встал вопрос у Минтранса Чуваши, чтобы закрепить за тем маршрутами, которые высвободились, новых перевозчиков. Было отобрано порядка, по-моему, 35 перевозчиков по вот тем маршрутам в районах и городах. Сегодня они работают, опять же, ведется мониторинг, в каком состоянии, прибыльные, убыточные маршруты. И те маршруты, по которым требуется регулирование тарифов со стороны республики, определенные субсидии заложены в бюджете на 2019 год. Соответственно, сейчас Минтранс подготовит аукционы, аукционы, расчеты, согласует с иными ведомствами правительства и проведет, соответственно, аукцион. И, я так понимаю, мы на каком-то этапе будем уже видеть вот эту систему, как она работает в республике. Наиболее, наверное, остро, что нужно решать сегодня, это перевозка между Чебоксарами и Новочебоксасов. Там очень тоже много нареканий со стороны горожан, как Новочебоксарска, наверное, даже в большей степени горожан Новочебоксарска. Ну и Чебоксары тоже высказывают, что здесь необходимо или ставить, опять же, автобусы средней и большой вместимости, может быть, изменить маршрутную сеть. То есть вот эту работу Минтранс сегодня проводит с администрацией города Чебоксара и Новочебоксарска. Вот, наверное, в ближайшее время, я тоже думаю, в первом квартале они данный вопрос закроют, и ситуация стабилизируется. Ну и самое главное, будет меньше жалоб от гаража. Ну вот вы упомянули о том, что субсидии на изменение тарифов уже заложены в бюджет следующего года. И, если можно, в нескольких словах о том, как вы оцениваете бюджет следующего года и на ближайший трехлетний период? Ну, у нас он сверстан, 19-го года он бездефицитный. Мы видим, что все параметры, которые мы должны исполнить, они заложены. Будут определенные изменения. И сегодня уже Министерство финансов собирает у Министерства предложение по уточнению бюджета, потому что часть федеральных средств распределялся уже в период, когда главой республики бюджет был внесен в Госсовет. Эта работа планируется завершить до конца декабря. Я думаю, в январе, в зависимости от работы Госсовета, как Министерство финансов сверстает, как глава рассмотра принято решение, я думаю, в январе, будут первые уточнения по увеличению, опять же, бюджета 2019 года. То есть так же, как в прошлом году, да? В прошлом году, насколько я помню, мы практически после новогодних праздников уже внесли первые уточнения. Бюджетный процесс, он не имеет, наверное, каких-то границ временных. Работает без рождественских каникул. Постоянный, да. Постоянный процесс. Будут, и я рассчитываю, наверное, дополнительные суммы. Мы все знаем, что по Российской Федерации стартовала программа по строительству детских садов от двух месяцев до трех лет. Есть определенные сложности по использованию средств текущего года всех регионов. Это в первую очередь связано было с тем, что старт был дан в начале года, а есть определенный процесс, нужно отпроектировать детский сад или взять уже типовой проект, привязать его, провести аукцион сначала на проектную организацию, потом аукцион на отбор подрядной организации. В ряде случаев эти аукционы в федеральной антимонабольной службе несколько раз отменялись. И мы вошли с контрактами по нашим детским садам, которые строятся в текущем году в городах и районах республики. Ну, первые летом были заключены, а часть в октябре, уже в ноябре заключены договоры. И поэтому сумма останется в бюджете. У нас по 2018 году стоит 1 миллиард 232 миллиона этот со стороны федерации. Вот эта сумма предоставляется. Понятно, что мы где-то ориентируемся, что в районе 200-300 миллионов будет использовано. Есть уже решение, пока не на бумаге в виде распоряжения, но внутреннее решение, что данные суммы будут сохранены регионом. То есть вот тоже в начале года, наверное, будет принято решение правительства в виде распоряжения о переносе этой суммы. Мы где-то оценим миллионов 900. Ну, соответственно, опять же, нужно будет уточнять бюджет и вставить на главных распорядителей средствах. Я еще раз говорю, это процесс постоянный. Есть национальный проект в соответствии с указом 204. Они мы видим уже в федеральном бюджете наполнены деньгами. Соответственно, по данному направлению будет постоянная работа и постоянный, кстати, контроль со стороны правительства Российской Федерации. Это вот то, что нас ждет, наверное, в первом квартале по бюджетным процессам 2019 года. Ну, в последнее время бюджетам принято давать название оптимистичный, пессимистичный, консервативный. Наш бюджет какой? У нас бюджет реалистичный, наверное, в принципе. Мы всегда на протяжении десятилетий встали в бюджет, исходя из тех возможностей, которые есть у региона, и реалии, которые складываются. Поэтому мы и по бюджету в десятки всегда входили как по прозрачности, по исполнительности, первый ранг нам всегда Минфин Российской Федерации присуждал именно по управлению бюджетными финансами. Я думаю, что эта тенденция будет сохранена и в ближайшие годы. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Матурин. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова